Здравствуйте, Ксюша! Ксюша, пойдем? Ко мне пойдешь? Идем скорее. Давай ручки, Ксюш. Чудеса с человеком случаются тогда, когда кто-то в него поверит или кто-то его полюбит. Именно такого чуда ждет маленькая Ксюша. Только Ксюшина чудо где-то пока заплутало. Детский церебральный паралич, возможно, не единственная причина, по которой родители отдали девочку государству. Бросили, лишив тем самым даже шанса на чудеса. Очень жалко, что такой ребенок в 2 года 7 месяцев стал совершенно не нужен своей семье. Очень горько и обидно за девочку. Ксюшу привезли в дом ребенка абсолютно беспомощной. Она даже не поднимала головы и почти не двигалась. Невозможно было согнуть ее ручки и ножки. Но девочку здесь полюбили, и она эмоционально раскрылась. Чувства, которые она не может выразить жестами, Ксюша легко транслирует за счет своей искренности. Ну она, конечно, тянется к общению. Потом мимо нее пройти невозможно. И она постоянно хочет сидеть на руках, постоянно прижиматься, чувствовать вот это вот тепло, то, которое она, возможно, недополучила в детстве. Дефицит движений Ксюша компенсирует познанием. Ей очень нравится рассматривать игрушки, предметы, людей. Но счастливой ее делает только внимание и участие. Единственный родной человек, в сердце которого есть место для этой девочки, это ее бабушка. Только она и приходит навестить внучку. Она приходит, она вот эти вот крохи приносит на последние, может быть, деньги покупает какие-то гостиницы, и приносит она своему ребенку. Она очень долго с ней сидит, она обнимается, она просит сделать ей фотографии, потому что вот она выросла, видимо, у нее на руках. Они очень замечательно играют в ладушки, заразительно. За год, проведенный в доме ребенка, Ксюша сильно продвинулась в развитии. Она хорошо держит головку, переворачивается сначала на бочок, потом на животик. Она уже хорошо сидит с опорой. Девочка восстанавливается на глазах, но занятия с ней нельзя прекращать. Вот как шарик покатился, 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 шарик по ладошкам, по Ксюшинам. Давай другую ручку, давай. Другую ручку давай. Вот эту ручку. Вот как ручка. Специалисты говорят, что девочка, конечно, научится самостоятельно сидеть. Что с началом двигательной активности будет всплеск и умственной, потому что это взаимосвязано. Большего никто не может пообещать. Все зависит от усилий, которые будут вложены в ребенка. Перед ней не три дороги, как в народной сказке, а только две. Либо семья, где у нее появится будущее, либо пансионат для инвалидов, где она неизбежно станет растением, без солнца и тепла. Надо понимать, что больной ребенок, это ребенок, который будет требовать гораздо больше от них усилий и вложений, чем ребенок здоровый. И быть готовыми, быть не просто воспитателями, быть, ну не знаю, метеострами, няньками этому ребенку. Понимать, что жалость, на самом деле, это не очень хорошее качество. Ребенка не надо жалеть. Ребенка надо просто любить. Любить — это принимать его таким, какой он есть. И создавать условия, при которых ребенок сможет раскрыть свой потенциал. Если ребенок больной, значит, создавать те условия, при которых ребенок может выздороветь. А создать такие условия очень-очень непросто. Те же люди, которые жалеют, они иногда детей портят. Жалость очень часто людей инфантилизирует, то есть делает их психологически незрелыми. А задача родителя что сделать? Задача родителя — помочь ребенку стать психологически зрелой личностью. Конечно, это очень такая далекая перспектива. Но шаг за шагом родители должны приблизиться к этой цели и помочь ребенку стать самостоятельной, независимой, психологически зрелой личностью. То есть надо постоянно создавать условия, при которых он будет продвигаться. А такие условия может создать только человек, который не жалеет, а любит. Наступила зима. А сколько было деток, Миш? Ребята было четверо. Четверо. Давай назовем, кто это? Аня. Аня. Запоминай, в какой курточке Аня, да? Слава. Слава в коричневой, да? Витя в синий. Витя в синий. И? Роза. Роза? Да. Роза? Желтый. Желтый, она в юбочке у нас. Сочинить рассказ по картинкам для Миши нетрудно. У мальчика хорошее воображение. Он очень общительный и дружелюбный. Парнишка изо всех сил старается в учебе. Но хорошие отметки достаются ему с большим трудом. Миша очень переживает за собственные успехи. Ему важен не просто результат, а результат положительный. Поэтому мальчик и тратит много времени на его достижения. Он стремится доделать начатое. То есть сделать качественно, веедливо, так скажем. То есть добиться до конца. Это очень хорошая черта, присущая этому мальчику, Мишеньке. Любимый предмет Миши – история. Недавно в классе они проходили историю древнего мира. Первобытные люди поразили воображение мальчика. Они похожи были к обезьянам. Они еду добывали сами. Делали оружие себе. Добывали еду. Работали. Если бы существовала машина времени, Миша с удовольствием пожил бы какое-то время с пещерными людьми. Он предполагает, что был бы охотником и добывал пропитание для племени. На самом деле, Миша очень скромный и тихий ребенок. По характеру добрый, незлобливый. Ну, как сам в себе тоже такой ребенок. Ему как бы вот повышенное внимание нужно. Нужно поглаживание. Нужно постоянно повышать самооценку. То есть он такой вот более, скажем, не бойкий. Я больше робкий такой, я бы сказала. Поэтому ему всегда надо, вот он скромный, стеснительный. Поэтому ему всегда надо как-то подвигать немножко. У тебя все получится. То есть вот такие моменты нужно учитывать при общении с этим ребенком. Добрый и тихий Миша выбрал для себя серьезную профессию. Уверен, что сможет стать пожарным. И уже сейчас готовится быть сильным, спортивным и бесстрашным. У меня желание, потому что спасать людей это храбрость. Некоторые способны, некоторые нет. Они начинают стараться туда попасть на работу. Иногда Миша фантазирует, как будут жить люди через несколько сотен лет. Он придумывает всякие фантастические машины и аппараты. А вот главным для человека и в будущем останется семья. В этом Миша уверен. В будущем я думаю, что будут летающие машины еще много людей будут работать, ехать. В выходные будут с сыновьями, дочерьями проводить время. Праздновать при рождении. Ходить в зоопарк. Меня удивляет то, что вот именно он как стойко переносит. Все-таки это тяжело жить в детском доме. Вот все-таки он как-то вот старается вот этим невзгодам противостоять такое. Все-таки. Хотя не потому, что у него качество робкое, застенчивое, но все-таки он стремится противостоять. И вот трудностям преодолевать. Все-таки он их стремится. Как бы стойко не переносил Миша невзгоды своей сиротской жизни, он всего лишь ребенок. У него есть множество страхов. И самый сильный это страх темноты. Кто-то подходит. Подходит. Думаю, что может кто-то хочет себя испугать. Миша на страхе всего лишь страхи одинокого маленького человечка. Как только он почувствует, что рядом с ним есть кто-то сильный и любящий, ни темнота, ни что-то другое уже не смогут его испугать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok